Добрый день, дорогие любители криптовалют, майнинга, биткоина, эфира и что там еще есть. Сегодня у меня потрясающий гость. Я предоставляю ему право самому представиться, чтобы он сказал все верно, потому что я блондинка и могу забыть. Всем привет. Меня зовут Сергей Симоновский. Я являюсь CEO компании Голосфанд. Это компания, которая занимается венчурными инвестициями на блокчейн. Вау! Очень круто звучит. Звучит круто, да? Уже все. Все девушки просто припали к экранам и говорят, что это такое. Ну и вот я, собственно говоря, хочу спросить, узнать, что это вообще такое венчурные инвестиции. Ну, смотрите. Да, мы занимаемся инвестициями на ранних этапах. То есть ищем команды, которые в основном это разработчики, где-то идеологи, у которых есть какая-то идея. Параритетно это ребята, которые готовы разрабатывать свой проект на нашем блокчейне или используя технологии графин. У вас есть свой какой-то определенный. Конечно, конечно, да. Ах ты. Называется Голос, да. Голос. Это прям свой блокчейн, своя крипта. Абсолютно верно, да. Абсолютно верно, да. В двух словах будет тяжело рассказать, но... Но все-таки в чем основная особенность, в чем отличие от всех криптовалют, которые... Ну, в первую очередь это социально направленный проект. И как бы у нас есть три направления в проекте. Одно направление занимается инвестицией, другое разработкой. Третье это больше уже социальное направление. Есть такой сайт, называю голос.io. Это социальная сеть, которая выплачивает людям за лайки. Вау. То есть я выставляю такую фотку, Оля на пляже, получаю лайки, получаю деньги. Да. Идеально социальные сети, это девушки. Я обожаю вас. Мне уже все нравится. У нас есть интересный проект, который основан на нашем протоколе, как раз на нашем общении, называется Steepshot. Можно скачать приложение, кстати, я думаю, в андроиде и велоси. Как раз это и есть аналог инстаграма, самый настоящий, только без того, чтобы сердечки денежки капают. Это я смотрел фильм такой, ну не буду пиарить сам фильм. Сериал был про социальные сети. А, все, я понял. Поняли, да? Да. И там как раз была тоже такая идея, что бежит красивая девушка, там улыбается всем, получает за это лайки. За это она получает деньги, там дома, какой-то рейтинг. Если у нее рейтинг падает, то все сразу превращается в ничто. Чёрное зеркало. Да, 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 точно. Смотрели, да? Конечно. Это вы оттуда взяли идею или вы дали идею им? Нет, нет, нет. Кто вперед? Я думаю, что ни то, ни другое. Я не думаю, что они брали у нас или мы брали у них, но однозначно мы были до этого сезона. Сработал так, что вы параллельно выдумали, о, это оно, да? Нет, ну, то, что мы запустили до этого сезона, это то, что это третий сезон, по-моему, какой-то четвёртый. Это третий, наверное, сезон, самый последний. Да. Люди, которые не понимают, они думают вообще, о чём мы делаем, ребята, говорят, да. Какой блокчейн? Один голос сейчас есть же, да, такая, ну, единица? Да, есть, есть токен голос, да. Да, существует такой. Сколько сегодня стоит один голос? На сегодняшний день он стоит, всё, давайте так, то есть так как бы варьируется, да, от 6 до 10 рублей примерно в этом диапазоне, туда-сюда цена прыгает. Как вы думаете, ну, если мы, так говорим, это у нас в преддверии Хэллоуина, то есть у нас темы могут быть разные, несерьёзные, весёлые, шуточные, сколько он будет стоить через 10 лет? Я не готов сказать 10 лет, у нас есть цель, нет, давайте начнём сначала, давайте так, на данный момент ROI, который получили первоначальные инвесторы с ICO, он примерно 700-800 процентов уже на сегодняшний день, что входит как бы в топ проектов по возврату инвестиций. На ровне с такими проектами, как Waves и Wings и так далее, и тому подобное, это без учёта инфляции, там гораздо больше на самом деле. Если говорить о капитализации будущей, то наша цель – это миллиард долларов через 2-3 года. Класс. Тогда на 10 лет я тоже уже боюсь показывать. Я не буду здесь лет заходить вперёд, это слишком далеко, да, поэтому… Ещё хотелось задать вопрос про нами всеми любимый биткоин. У нас, знаете, появилась такая игра в нашем караоке-клубе, у нас много очень людей, которые занимаются майнингом, криптовалютами, ну да, Иркутск, это всё-таки столица майнинга, ни для кого не секрет. И, в общем, у нас такая игра, мы вот предполагаем, какой будет курс на 1 января 2018 года. И решили поиграть в это, возможно, что-то выиграть. Есть ли у вас предположения? Так что я ищкнул? Ну да. А вдруг при этом не нужно будет? Мы сейчас, видите, с тыквой сидим, и у нас тут в преддверии Хэллоуина вы можете воспользоваться энергетикой тыквы, Байкала, Иркутска и дать прогноз. Но это… Первый год – 5200-5300. 5200-5300. Но это не потому, что он пойдёт вверх, это как раз-таки он будет корректировать потом. То есть он в начале пойдёт вверх, потом это будет коррекция, и он там будет трепхаться перед зимой, перед длинной зимой. Да, но сначала будет длинная зима. Отлично. Как поменяется мир в ближайшие годы? Он уже очень сильно меняется в соответствии с тем, что у нас появилась криптовалюта. То есть уже вроде бы сейчас сложно представить, что его не было. Ну, для нас есть люди, у которых вроде бы это пока ещё не так сильно коснулось. Но вот, например, в ближайшей перспективе как вообще будет меняться наша жизнь, наши события, государство, политика и жизнь простых людей? Я думаю, что в принципе это видно уже сегодня, как оно меняется. Многие государства, многие органы государственные уже пытаются использовать блокчейн, которые управляют блокчейн в различных направлениях абсолютно. От хранения просто данных на блокчейне для избежания потери информации до, например, случаев Sierra Leone, где они пытаются перевести всю индустрию бриллиантов. Ух ты, вот об этом я ещё не знала. Да, то есть они пытаются в чёрный рынок понизить 25% всей индустрии бриллиантов. Как известно, это чёрный рынок. И вот ребята пытаются сделать какое-то как бы цифровые паспорта с условием, что везде будет на каждом этапе этого, от добычи до огранки, до продажи, фиксироваться все данные и всё это переводить на блокчейн. Опять же, это более с целью сохранности данных. Поэтому, в принципе, такие случаи, как опять же Bitfuel и Грузия, такие случаи про реестр недвижимости на блокчейне. То есть случаев очень много. Я думаю, что это приведёт всё к тому, что какие-то процессы удешевятся однозначно. Всё, что связано с какой-то длинной бюрократической линией. Да, да. Ускорятся ещё. Да, ускорятся однозначно. А какие-то профессии начнут исчезать, какие-то появляются. Потому что многие говорили, что рынок блокчейна может быть какие-то профессии. Но давайте, если говорить про рынок ICO, мне кажется, он создал столько рабочих мест, сколько пока ещё не создавал никакой другой рынок, кроме доткомов, недвижимости и т.д. Поэтому однозначно, думаю, что... Я бы не могу однозначно сказать, что лучше или хуже, но однозначно станет что-то иначе. Ну, видимо, это какой-то новый этап в развитии человечества. Как сказал, один знакомый. Нам сказано, что время интервью уже заканчивается, поэтому надо трогательно попрощаться. Спасибо вам. Мы очень рады видеть вас снова на Байкале, в Иркутске, в столице майнинга. Желаю вам хорошего курса, всех валют, которые вы любите. Спасибо большое. Спасибо за беседу. Вам спасибо. Спасибо.